В прямом эфире РБК Алфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы от Башкортостана будут оценивать по объему привлеченных в регион федеральных ресурсов. Именно для этого каждый из вас десантирован в Москву, отметил временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров в послании к госсобранию Башкортостана. Наша республика, которая в числе 10 ведущих регионов формирует половину экономики страны, уверен, получит ощутимую поддержку федерального центра. Надо только работать. Правительство республики, наши сенаторы, депутаты Государственной думы и Государственное собрание Курултай, все, кто задействован в этой работе, должны сделать все, чтобы в Башкортостан пришли максимальные возможные ресурсы через участие в национальных проектах, госпрограммах и конкурсах. По словам Радия Хабирова, в ближайшие годы в регионы в рамках нацпроектов дополнительно поступят триллионы рублей. Речь идет о росте зарплаты пособий, финансировании медицины и образования, культуры и спорта, строительстве дорог, благоустройстве городов и сел. В новых майских указах Владимира Путина предусмотрено дополнительно 8 триллионов рублей на, скажем, инвестиции в человека, в человеческий капитал. И, конечно, с этих 8 триллионов очень важно, чтобы какая-то достойная часть пришла в республику. Но для этого надо работать объединенно командой и правительства, и депутатов. И поэтому, я думаю, совершенно правильный посыл. Прежде всего, сам Радий Фаевич сказал, что большие заложены возможности в аграрном секторе наших. Во-вторых, это, в принципе, все социальные проекты. Первое послание руководителя Башкортостана к Курлтайу республике прошло в новом формате. Радий Хабиров лично пригласил простых тружеников, лучших аграриев, учителей, врачей из разных районов республики. Присутствовали также прежние руководители Башкортостана, первый президент Муртаза Рахимов и экс-глава Рустем Хамитов. Вместо Дома госсобрания церемония впервые прошла в здании Уфимского конгресс-хола, который с недавнего времени носит имя Таратаун. Подробности в дальнейших выпусках нашего телеканала в 17.00, 19.10 и 20.10, а также на сайте уфа.рбс.ру. А вот в торгово-промышленной палате Башкортостана может смениться руководитель. Информацию частично подтвердил нынешний президент структуры Азад Фазлыев. Своими размышлениями он поделился в сети Facebook. Из текста можно предположить, что на смене настаивают новые власти региона. Цитата. «Мы работали с предыдущей командой, всегда помнили о цели ТПП – быть площадкой взаимодействия между бизнесом и властью. Целевое лоббирование интересов бизнеса во власти было, есть и будет основной задачей палаты. И если для такой работы новой команде во главе ТПП нужны новые люди – это нормально». Конец цитаты. Решения по руководителю региональной палаты будут принимать как на региональном, так и в федеральном уровне. Уже в конце этой недели в Москве пройдет совет руководителей торгово-промышленных палат со всей страны. Сам Азад Фазлыев работает в структуре ТПП уже более 10 лет. На посту президента находится с 2015 года. «Роснефть» сокращает московский офис «Башнефти». Его сотрудники получили предложение переехать со следующего года на работу в Уфу или уволиться с выплатой компенсации. По информации портала РБК, который ссылается на пресс-секретаря «Роснефти», «Башнефти» нецелесообразно иметь представительство в Москве. Решение о сокращении принято в целях оптимизации. Юридически московский офис всегда был филиалом «Башнефти», а головной офис находился в Уфе. На момент покупки «Роснефтью» акций «Башнефти» в московском офисе работало порядка 700 человек. Там находилось руководство и все ключевые департаменты компании. Напомню, один из этажей в офисе «Башнефти» в Москве был выделен для председателя Совета директоров «Роснефти» экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. После сокращения московский офис «Башнефти» займут сотрудники «Роснефти». В завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, доллар вырос на 18 копеек 66,62 евро без движения 75,38. Лучшие обменные курсы на данный момент по покупке и продаже доллара в банке «Финам» за 66,69 и 66,92 рубля. Соответственно, наиболее выгодные предложения по покупке евро также в банке «Финам» за 75,81, продажа в Запсибкомбанке и банке «Нева» за 76 рублей ровно. На этом пока всё. Оставайтесь с РБК.